Привет, друзья! Меня зовут Пепсик, и сегодня я покажу вам несколько скрытых и действительно редких алмазов в Токобока. Поехали! Отправляемся в мир Токобока, и давайте, друзья, договоримся так. В конце этого видеоролика вы напишите, про какие алмазы вы не знали. Я уверен, будет очень круто, очень удивительно и очень супер-супер интересно. Итак, друзья, давайте первым делом, чтобы полностью собрать те алмазики, которые у нас спрятались, мы сначала отправимся на катосвалку для того, чтобы достать коробочку, в которую мы эти алмазики будем складывать. Ну, а потом мы их просто разложим, наверное, на земле и посмотрим, сколько же алмазов нам удалось собрать. Итак, поехали! Достаем нашего Пепсика, где он? Вот он! Достаем его, даем ему коробочку, я думаю, что такой коробочки будет достаточно, и отправляемся на самую первую локацию, в которой мы найдем один из самых редких алмазов, которые есть вообще в игре. Итак, эта локация у нас выглядит вот таким вот образом, вот она, обратите внимание, и мы отправляемся на крышу вот этого здания. Это у нас киностудия или же киносъемочная площадка, можно называть как угодно. И давайте посмотрим, что же на этой локации есть. Посмотрите, вот здесь вот снимается кино, какой-то, может быть, даже сериальчик, куча различных предметов для ухода за собой, чтобы, знаете, прихорошиться и хорошенько смотреться в кадре. Но, друзья, если мы достанем нашего Пепсика и переместимся в самую левую часть экрана, здесь есть вот такая вот дверь. Давайте в нее постучимся, возможно, нам кто-то откроет. И, казалось бы, здесь ничего такого нет. Но если мы отодвинем вот эту картину, давайте сразу выкинем ее в мусорку. Также отодвинем вот этот микрофон, здесь будет вот такая вот кнопка. Нажимаем на нее, хопа, и у нас открывается какое-то потайное место, в котором лежит сундук, куча налички и вот такой вот алмаз. Посмотрите, как классно он выглядит, он синего цвета. И, конечно же, кидаем его в коробочку. Посмотрите, как классно он выглядит. Здесь, кстати говоря, еще куча-куча монеток. То есть тоже можете их забрать себе, если они вам нужны. Но мы сегодня собираем именно алмазы. Итак, друзья, перейдем на следующую локацию. И следующая локация у нас относится к празднику, который празднуется в октябре. Это у нас локация с Хэллоуином. Вот этот вот дом, здесь мы должны сразу же отправиться на крышу. И на крыше мы с вами найдем тот самый алмаз. Тот самый редкий алмаз в Токобока. Итак, друзья, перемещаемся на крышу. И здесь сразу же высаживаем нашего пепсика. И давайте посмотрим, где же этот алмаз есть. Вообще, вот эта комната, как чердак. Да, это вообще-то и есть чердак. Тут просто куча различного хлама. И черт ногу сломает. Но если мы отодвинем вот это вот яблочко, отодвинем вот эту вот картину, отодвинем вот этот вот светильник, то здесь будет вот такой вот комод. Если мы его открываем, то тут какие-то страшные вещи. Посмотрите, это, наверное, что такое? Это, наверное, подушка в виде какой-то головы непонятного существа. Костюм какого-то непонятного. Кто это даже? Я не знаю. Вот такой вот глазик. Тоже страшноватенько. И газетка. И как только мы отодвигаем газетку, здесь у нас красуется вот такой вот темно-синий алмаз. Закидываем его в коробочку. Собираем, собрали второй алмаз. И это очень круто. И теперь мы отправляемся охотиться за следующим алмазом. А следующий алмаз у нас находится в не менее интересном месте. А именно, давайте сейчас пролистаем несколько локаций вот сюда. Вот. Так, где эта локация? Сейчас я ее вспомню. Она у нас... Так, это Боб Сити. Это у нас Мол. Это не то. Это не то. Да где же то? Вот. Вот она. А, подождите. По-моему, я здесь уже был. А, да. Что-то я напутал. Здесь мы уже нашли один алмазик. А, давайте сейчас мы, значит, отправимся вот сюда. На детскую площадку. Это парк аттракционов, смешанный с детской площадкой. Именно здесь мы найдем один из самых редчайших алмазов, которые есть только в Токобоке. Итак, друзья. Достаем нашего пепсика, который в это время уже наколлекционировал целых два алмазика. И продвигаем его вот сюда. Давайте посадим его на ракушку. И здесь у нас есть вот такой вот крабик. Крабика мы отодвигаем вот сюда. И здесь под крабиком, посмотрите, вот тут вот какая-то дверь. Давайте ее откроем. И здесь у нас вот такой вот замечательный алмаз, друзья. Вы только посмотрите, как же круто он выглядит. Ё-моё. Так, забираем его, конечно же, себе. И также здесь есть вот такая вот ракушка. Ну, ее я не знаю, куда вы можете применить. Можете просто оставить себе на память. Три алмазика мы с вами заколлекционировали. И теперь мы идем дальше. Следующий алмазик у нас не менее интересный. Он будет находиться в снежной локации. Поэтому листаем до снежной локации. Где она тут у нас? Вот она, вот она, эта локация. И здесь мы отправляемся в стоматологию. В то место, где лечат зубки. То есть, когда у вас проблемы с зубками, вы идете туда. И вам там все поправляют, чтобы было все тип-топ. Итак, перемещаемся на эту локацию. Тут же снова достаем нашего пепсика. Ставим его куда-нибудь на кресло. И здесь у нас будет лежать вот такой вот алмаз. Смотрите, белого цвета. Очень красивый. Но, возможно, сразу он у вас здесь не появится. Если у вас его здесь нет, вам нужно взять щетку и потереть зубы. Как только вы начистите зубы до белизны, белизны, белизны. Тогда у вас сразу появится вот такой вот белый офигенный просто алмазик. Все, друзья, отлично. Заколлекционировали его. И теперь он у нас в коллекции. Четыре алмазика у нас есть. И, конечно же, давайте добудем пятый алмаз. Пятый алмаз у нас будет, ну, я бы сказал, достаточно в стандартном месте. Я думаю, что многие из вас знают, где он находится. Но на всякий случай для новичков токи-боки я покажу. Это бесплатная локация. Футуристическая локация. Где супер нано-технологии. И если здесь вы разместите пепсика с коробочкой. И вот здесь вот начнете отодвигать картины. Одно за другой. То за одной из картин вы найдете вот такой вот классный алмаз. Итого у нас получается целых пять алмазов, друзья. Давайте на них посмотрим. Давайте выложим их здесь вот где-нибудь тут. И посмотрим, как они выглядят. Выглядят они просто супер. Посмотрите, друзья, разноцветные алмазы, которые можно положить себе в коллекцию. Ну, это ли не замечательно? Я думаю, что это просто шикарно. И сейчас, друзья, я хочу вам показать кое-что еще. Я хочу вам показать скрытого, секретного, редкого и уникального кромпета, которого вы можете сделать в тока-бока. Давайте, друзья, отправимся с вами в магазин для того, чтобы взять кое-какие предметы для его приготовления. И когда этот кромпетик у нас появится, вы будете просто удивлены. Вы будете просто в шоке, потому что он очень необычный. Итак, друзья, листаем до Боб-Сити. Так, Боб-Сити у нас вот здесь. И отправляемся в обычный магазинчик. Магазинчик, где продают продукты, всякие телефончики, всякие корма для животных. Но нам здесь понадобится именно еда для людей. Еда для людей у нас находится в продуктовом магазине. Высаживаем нашего пепсика. Коробку я оставил на той локации, но она нам и не понадобится. Мы берем с вами вот такой вот сыр Тофу, который лежит в холодильнике. И берем одну морковочку. И вооружившись всем этим делом, мы с вами прямо сейчас отправляемся на нашу любимую ката-свалку. Итак, друзья, вот она наша ката-свалка. Сюда мы перемещаемся для того, чтобы сделать секретного и уникального кромпета. Сейчас вы просто удивитесь, что у нас получится. Этот кромпет не похож ни на какие другие кромпеты. Это уникальный кромпет. Итак, друзья, достаем нашего пепсика. И давайте подвинемся немножко сюда. Здесь у нас стоит Нари. И мы ей просто передаем в руки эти предметы. И что у нас получается? Посмотрите, друзья. Это кромпет вегетарианец. Он не ест мясо. Он сделан полностью из овощей. И он очень доволен. Он очень доволен тем, что кушает овощи. Поэтому, друзья, тоже обязательно кушайте овощи. Ну, а на этом у меня все. Вот таких вот классных, классные алмазы мы сегодня с вами посмотрели. И вот такого вот классного кромпетика. Поэтому я надеюсь, что этот ролик был вам полезен. Вы не поленитесь поставить лайк. И, конечно же, подписаться на канал. На этом я с вами прощаюсь. Меня звали Пепсик. Всем хорошего настроения. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok